Привет, команда! Мне вообще максимально непривычно, я еще сижу такой, там ладошки потеют, вот это все, знаете, волнуюсь, и тут такая начинается катавасия с вот этими шторами и вот этим всем. Собственно, что-то пошло не по плану, надеюсь, по плану пойдет моя презентация. Все мы дизайнеры, все мы продуктовые дизайнеры, работаем, рисуем макеты, и нам обычно некогда думать о доступности в процессе нашей основной работы. И я пытался написать все процессы, которые делает дизайнер, ну, обычно в течение дня, вот остановился на вот этих, и мы сейчас возьмем парочку из них, разберем, и я расскажу, как мы работаем на этих этапах с доступностью внутри нашей небольшой команды. И первый процесс – это работа с задачами. Мы получаем задачи от менеджеров, каждый день туда ссылки добавляем, когда что-то выполнили, какую-то работу, отправляем обратно в джири, и мы на этом этапе уже решили напоминать, мягко напоминать нашим дизайнерам, ребятам о доступности. Мы добавили небольшой чек-лист в самой джири, то есть там ничего сложного нет. Мы пытаемся во всех вот этих наших начинаниях, когда мы говорим про инклюзию, по доступности, это делать как-то мягко и не наваливать сразу на дизайнера в кучу дополнительной какой-то информации, дополнительной работы. И начали с простого. Мы просто добавили в этот чек-лист галочку типа «Доступность учтена, экраны для скринридера размечены». И она необязательная, но она как бы напоминает и говорит ребятам о том, что… Там все нормально? Хорошо. Говорит ребятам о том, чтобы они не забыли и на каком-то этапе перешли, когда закрывают задачу, нажали эту галочку и идем дальше. Следующий шаг – это дизайн-система, как мы работаем с инклюзивностью на уровне дизайн-системы. Тут уже много рассказывали, рассказывали про контрастность цветов, как мы подбираем. Вот, я думаю, не буду углубляться в эту тему, мы так поверхностно пройдем по ней, но если следовать в своей работе всем значениям цветов, типографики, которые есть в дизайн-системе, то все будет нормально и ваши интерфейсы будут доступными. Вот, коротко. Следующий момент про дизайн-систему – это помимо библиотек мы работаем много с документацией, пишем. И вот у нас, допустим, на сайте Paradigm, если кто заходил, Paradigm Mail.ru, есть раздел небольшой, который мы наполняем с доступностью. Вот, там есть статьи, материалы какие-то, сейчас немного, но мы будем это развивать, продолжать. То есть, еще один момент, мы пишем документацию и говорим об этом дизайнерам, что у нас появилась новая замечательная статья. Ну и, собственно, основная тема, с которой меня попросили сегодня выступить, это рассказать о том, как мы внедряли работу со скринридером, проверку наших экранов, интерфейсов, на то, как дизайнеры макетируют и размечают наши макеты для скринридера. Ну и небольшой такой Википедия, что такое скринридер. То есть, это экранно-считывающее устройство, специальное программное обеспечение, с помощью которого пользователь может постигать визуальную информацию без использования зрения, например, озвучивание звуковых значков или брайлеровского дисплея. Вот, скринридерами пользуются люди со слепотой, либо слабовидящие люди, плюс еще люди, которые по каким-то причинам им удобнее воспринимать информацию на звук. То есть, что еще можно сказать? Ну, кстати, и Джеймс Бонд, когда ему в руки вот так вот связывают за спиной, и у него есть только доступ к карману, он может достать телефон и что-то сделать. То есть, ну, такие вот суперлюди все используются скринридером, когда неудобно делать это, глядя на экран. Скринридеры, они состоят из двух частей. То есть, это программная оболочка, интерфейс сам программы, она может быть написана на любом языке программирования. Там могут быть какие-то дополнительные функции, какие-то шорткаты и движок синтеза речи. Про движок синтеза речи тоже можно очень долго рассказывать, и они бывают разные, во всех скринридерах они разные. То есть, в основном это текст-то спич формат, то есть, обычный такой роботизированный неэмоциональный город, который там… Но это все сделано специально для того, потому что некоторые люди, когда работают со скринридерами, они увеличивают скорость. То есть, там есть разные настройки, и они воспринимают интерфейс гораздо быстрее, то есть, прощелкивая какие-то моменты, какие-то экраны очень быстро, и поэтому им нужен вот такой вот голос, который можно либо увеличить скорость произношения, либо уменьшить наоборот. Вот. И сейчас мы немножко перенесемся и возьмем из кинозала презентацию, которую там показывают разработчики, и для самых маленьких посмотрим, как работает скринридер технически. То есть, у нас есть браузер, который выполняет основную работу, который собирает из документа сайт, который мы видим с вами на экране. Вот. При этом, помимо дом-дерево элементов, разработчики меня поймут, дом-дерево вот здесь, вот, в браузере есть дерево доступности. Это то же самое, что и дом-дерево, только описанное доступным языком. Есть отдельно блок accessibility api, который это все обрабатывает, и, собственно, сам скринридер, который выдает и озвучивает информацию. Вот. Пример того, как скринридер работает. То есть, у нас есть скринридер и какая-то кнопка, которую он увидел на браузере на экране. То есть, он передает запрос в accessibility api. вот, api при этом общается с браузером, передает этот же запрос в браузер, но они общаются немного на разных языках, потому что, если мы смотрели на предыдущем слайде браузер, он понимает язык дом-документа. Он смотрит там вот эти теги, HTML, семантическая верстка, и вот это все. Accessibility api, она мыслит немножко по-другому. Ей важна роль, которую выполняет какой-то элемент на экране, ей важно название и какое-то описание. То есть, сначала этот весь процесс идет до документа, и потом он возвращается обратно уже с уровня документа через браузер. Браузер обрабатывает и передает в accessibility api. Name — это название кнопки, которая есть, и роль, то есть button. Затем это все приходит обратно в скринридер, и скринридер нам озвучивает информацию. То же самое, когда мы хотим нажать эту кнопку. То есть, там есть вот такая линейная схема, которая внизу изображена. То есть, скринридер вызывает метод accessibility api, передает метод в браузер, и потом идет документ, и команда выполняется. О чудо, человек, пользователь, выполнил какую-то свою задачу. И теперь, когда мы вот это все изучили, посмотрели всякие гайды, кто как делает, кто как размечает интерфейсы в других компаниях, мы поняли, что нужно для того, чтобы разметить страницу для скринридера. То есть, это, во-первых, добавить подписи, описание каждому элементу. Затем, в зависимости от сценария пользователя, необходимо правильный порядок переключения элементов, тоже собрать какую-то цепочку эту. И есть возможность скрыть для скринридера те элементы, которые озвучивать не нужно. Вот. И не буду далеко ходить, покажу сразу картинку, к чему мы пришли. То есть, это экран почты, как его видят обычные пользователи, которые заходят, смотрят. И, собственно, поверх него есть вот эта вот сетка, выделенные блоки фиолетовым цветом с номером. У меня тут просто немножко обрезано, поэтому я пугаюсь, когда вот вижу этот слайд. Ну, ладно. С номером. И слева идет наша разметка. То есть, общий layout, который идет, и какие-то блоки текстовые с описанием. То есть, вот в таком виде разработчик получает от дизайнера экран, размеченный макет. То есть, у него есть, помимо всех параметров, которые можно в фигме посмотреть, у него есть вот такая вот картинка с описанием. Дальше. Дальше небольшой пример ретроспектива. Это, эту работу выполняли у нас ребята, по-моему, два года назад или год назад, когда делали первый подход как раз к этой разметке для скринридера. Что они сделали? Они взяли макет в фигме, разложили экраны внутри и просто стрелочками подписывали разные элементы, обозначали, писали комментариями, что нужно сказать в этот момент. Вот. Это делала Рената и разработчик. Рената, большой привет, если ты смотришь меня, я на сцене. Вот. Сидели и долгими вечерами вот так вот размечали макеты. Но это оказалось не очень быстро, не очень эффективно и не очень удобно. Мы для себя выделили несколько правил, которые мы хотим как раз придерживаться и поддержать в своей работе. То есть мы хотим, чтобы разметка находилась в фигме и лежала где-то рядом с файлами рабочими. То есть мы передаем в разработчику, в джире, собственно, отмечая галочку, передаем ему ссылку на этот макет и в макете уже сразу есть и разметка, и там дополнительная информация, мы описываем еще какую-нибудь документацию дополнительную, если нужно. При этом, поскольку все дизайнеры в основном любят рисовать картинки и не любят какую-то рутину и там заполнение чек-листов, долгую документацию читать, мы хотим, чтобы разметка не отнимала много времени. То есть это было максимально просто. И вносить изменения было в эту разметку тоже достаточно просто, потому что когда у вас есть фигма, экран, приложение, когда у вас 10 экранов вокруг раскиданы стрелочками, это все отмечать, подписывать, а вдруг что-то поменяется, вдруг добавится новый экран, вдруг добавится еще какой-то дополнительный сценарий, это максимально неудобно. Поэтому мы искали какое-то простое решение. Первая идея была, это VoiceOver Designer. Это популярное приложение, которое есть, когда вы вводите там в Яндексе или в Гугле разметку для скринридера, оно будет где-то в начале. Это хорошее приложение, оно сделано как раз для того, чтобы размечать экраны для скринридера, но у него большой минус, что оно стенд-эллоун, и мы не выполняем наше первое требование, что у нас получается разметка хранится где-то отдельно. То есть тут макеты, тут разметка, как-то это все синхронизировать нужно в одно, и не очень удобно. Потом была еще вторая мысль, это создать свою библиотеку, свою библиотеку компонентов дополнительную, с помощью которой размечать, где бы было все просто. Но тут тоже есть большой минус, что неудобно вносить в нее какие-то изменения. То есть мы напишем вот этот сценарий, цепочку выполненных действий, которые пользователь должен сделать для скринридера, и потом должны как-то внедрить сюда в середину, и в случае с компонентами это вот получалось не очень удобно. И, собственно, решение, к которому мы пришли, и к которому вы можете прийти, когда вечером сядете за работу и сядете за макеты, это Figma Eli Focus Order, плагин от Figma, от компании Microsoft, которую они разработали. Он бесплатный, он доступен абсолютно для всех, и он выполняет все почти требования, которые у нас были к разметке скринридера внутри нашей команды. Пару экранов, как это все выглядит, то есть у него достаточно простой интерфейс, и он позволяет внутри самого плагина собрать, мы выделяем какой-то элемент внутри нашего макета, может быть интерактивный элемент, может быть заголовок, вот, и даем ему как раз описание, то описание, которое мы хотим, чтобы было у него для скринридера, то есть там описываем роли, роли все там добавлены, то есть их не нужно запоминать, а можно семантически выбрать, вот, добавить какой-то description, и потом, как раз, как я показывал уже экран, у нас есть выбранные элементы, телеловые квадраты на наших макетах, и справа от макета появляется вот эта вот лента, как скринридер будет, в какой последовательности скринридер будет озвучивать элементы на экране. Вот, супер просто, супер удобно, ладно, я ускоряюсь, и назову еще несколько примеров, это то, с чего мы начинали, первым мы решили разметить нашу навигацию, вот, то есть там выделили какие-то общие объекты, сначала один экран, потом другой, сделали эту ленту и передали таким образом это все в разработку, и разработка, посмотрев, смогла уже без какой-то дополнительной помощи, ну, там, конечно, пользовались, консультировались друг с другом, смогла разметить все, сделать быстро, и это я показываю веб-интерфейс, к сожалению, у меня нету здесь мобильных примеров, но мобилку мы тоже размечаем, и что приятно, каждую неделю, ну, почти каждую, точнее, не каждую, а именно сегодня, как раз я увидел задачу на планирование у ребят, где они поставили задачу, чтобы реально разметить какой-то макет для скринридера, и это очень приятно и максимально классно, вот, к чему я говорил про мобилку, у нас приложение получило 90 баллов по эксклюзивности, и это очень круто, давайте похлопаем, пожалуйста. Да, спасибо команде, и тут вот момент, когда я передаю привет команде почты, они большие молодцы, что сделали это. Вот, и меня уже тут подгоняют, я заканчиваю, и то есть, что можно по итогу сказать, что если на уровне макета вы следуете дизайн системы, у вас все хорошо, и компоненты будут доступными, и макеты будут хорошими. То есть, на уровне макеты, если вы размечаете макеты для скринридера, то это упростит работу как вашу, так и работу разработчика, когда они будут это все собирать. Ну, и на уровне задач это обычный чек-лист, сильно помогает, когда вы пытаетесь дизайнерам напомнить про то, что нужно размечать макеты. И небольшой тизер, мы скоро обновим, я надеюсь, в этом году, раздел доступности на сайте Paradigm, там будет как раз вот эта вся документация про скринридер, которую часть я рассказал, плюс дополнительно очень много материалов, есть Василина, с которой мы консультируемся, и она нам очень помогает дополнять вот эту вот нашу базу знаний, и мы обычно делимся этим и всем даем на этот. И самый главный слайд, с которого, наверное, стоило начать, это огромное спасибо команде, это не я один такой, сижу и размечаю макеты по вечерам, а нас много, у нас целая команда, которая садится и делает мир лучше. Спасибо. Спасибо.